Всем доброе утро с острова Рода! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы и дочки. Наши греческие каникулы продолжаются. И сегодня мы прогуляемся по территории нашего отеля и я покажу вам пляж. Я забыла крем для загара, пришлось возвращаться в номер. И как раз преимущество отелей, состоящих из одного корпуса, заключается в том, что не нужно тратить очень много времени на передвижение. Все компактно, удобно и все под рукой. И сейчас я еду на пляж и покажу вам территорию. И вот эта вот дорога ведет на пляж. Сейчас утром, ноги еще завтракают. И пока народу не очень много. Вот эти вот бассейны принадлежат людям, которые живут в номерах на первом этаже. Бассейны с морской водой. И хочу вам показать вот этот вот бассейн с морской водой. И здесь нет ни грамма хлора. Справа расположены водные горки. Для взрослых и для детей. Также детский клуб и детская площадка. Здесь зона отдыха. И на пляж также можно пройти с правой стороны. Дорога занимает буквально одну-две минуты. Здесь лужайки. Теннисный порт. Там вот слева баскетбольное поле. И на второй лужайке проходят спортивные мероприятия, танцы, йога и так далее. Здесь выдают пляжные полотенца. Депозит 20 евро за каждое полотенце. И потом уже, когда мы выезжаем, мы возвращаем полотенце либо карточки, и нам отдают деньги. Зарешай. Слева бич-бар. Он пока еще закрыт. И здесь готовят пиццу. Печи. Тоже пока еще все закрыто. Так вот выглядит отель. Соседние отели. В этой части все здания современные. И вот так вот все выглядит. Пляж у нас галечный. В этой части смешанный песок с галькой. И дальше начинается уже крупная галька. Я купила специальную обувь, потому что мне больно ходить по камням без обуви. Вот так вот выглядит наш пляж утром. Хочу показать вам море и пляж. Моро очень чистое, прозрачное. Спокойное. Вот так вот выглядит заход в море. Здесь местами песочек. И заход очень удобный. Несмотря на то, что пляж галечный. Лидочка плавает в море. Скоро мы пойдем обедать. Пока еще не решили, какой ресторан. Ресторанов восемь, помимо основного. Лидочка плавает. Сегодня 6 октября. Погода просто волшебная. Нам очень повезло с погодой. Дождь был всего лишь один раз. Так светит солнце и днем очень жарко. Море довольно теплое. Вода градусов 25. Я думаю, не меньше. И температура воздуха днем, наверное, градусов 27-28. Такой настоящий бархатный сезон. Лидоль. Очень-очень приятная погода. Очень-очень приятная погода. Дальше тоже очень удобно ждать. Такое вот оно, которое встали чистое, прозрачное. Ходятся рынки. Правда, рыбок очень мало. Тем не менее, иногда попадаются мелкие рыбешки. Я, наверное, сделаю отдельное видео и расскажу вам более подробно про отель, про то, как мы бронировали тур. Я его бронировала самостоятельно, не прибегая к услугам лидератора. Правда, были некоторые нюансы, и я вам про них расскажу, потому что нам задавали много вопросов об этом. Думаю, многим будет интересно. Здесь вот такие камни. Можно фотографироваться на них. И, как я уже сказала, я купила специальную обувь и хожу в ней по гальке. Кораблик экспорционный. Море спокойно всегда. Их там, и он вечером. Я уже говорила, волн здесь практически не бывает. Что тоже является преимуществом, потому что, как правило, осенью начинается шторм. Появляются волны. Но эта часть очень тихо и спокойная. Я вам покажу еще немножечко вам море. Я могу его ловаться бесконечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok